Давайте ненадолго вернемся в Эдемский сад. Само сострадание только что воспроизвело саму себя. Любовь. Самое замечательное. Самое любящее. Я говорю о чистой, абсолютной любви. Вы бы за миллиард лет не смогли бы ее постичь. Но вы можете просто знать, это самое величайшее, что только есть. Сострадание, превосходящее человеческую способность понимать. Тот человек может ее понять. Иисус может ее понять. Но мы с вами к этому идем. Однако нам еще предстоит длинный путь, если говорить о том, чтобы иметь такого рода понимание того, чем в действительности является чистая любовь. А любое. В присутствии чистой любви немощи и болезни не могут существовать. Они просто не могут существовать. Просто раз, и их нет. В присутствии чистой любви эта тьма не может существовать. Он является чистым светом, в нем нет никакой тьмы. В присутствии чистой любви не может обитать страх. Он не может там оставаться. В присутствии такого рода любви и сострадания нет смерти. Прямо у вас на глазах проявляется жизнь вечная. Аллилуйя. Она настолько сильная, что Бог сказал Моисею, «Никто не может увидеть мое лицо так, чтобы его тело после этого осталось живым». Почему тогда так было? Во-первых, до того, как Иисус пришел, пошел на крест, сошел в ад и победил сам ад, воскрес из мертвых и восстел по правую руку в величиной высоте, до этого все эти ветхозаветные святые не были рождены свыше. Они были духовно мертвыми людьми. И Богу приходилось иметь с ними дело на уровне их разума и их плоти. Ему приходилось иметь с ними дело на плотском уровне, поскольку только такими они и были. Это все, что они могли принять. И когда Дух Святой проявлял себя, Он проявлял себя в жизни царя, пророка и священника. И, кстати, Он по-прежнему это и делает. «Вы цари и священники». Аллилуйя. Поэтому Он по-прежнему только для царей и священников. Аминь. Потом произошло все это. И теперь Иисус сидит по правой руку величия на высоте. Он помолился. Отец послал Духа Святого. И внезапно сделался шум с неба. Как бы от несущегося сильного ветра. Это не был несущийся сильный ветер. Шум напоминал сильный ветер. И только с ним, автор этой книги, Лука, и мог сравнить тот шум. Друзья, в те времена, они никогда не слышали никаких сильных шумов и звуков. У них не было никаких детей с гремящими динамиками. Если они когда и слышали какие-то раскаты и взрывы, то это было что-то случайное. Или же они слышали раскаты грома. В то время не было шумов и звуков, созданных человеком. И Лука пытается как-то объяснить произошедшее. И тот шум напоминал шум урагана. Если бы вы там были, вы бы его услышали. Где бы на земле вы ни находились, вы бы его услышали. Этим шумом, как бы от несущегося сильного ветра, был Дух Божий, возвращавшийся на эту планету в полной силе и наполнявший всю атмосферу этой планеты. Аллилуйя. Он излил себя. Небеса излили себя на землю. Пришли все ангелы. Прочитайте об этом в первой главе послания к евреям. Пришли все ангелы. Не все ли они суть служебные духи? Говорит Писание. Посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Они здесь. Аллилуйя. Слава Богу, но обратите внимание вот на что. Вторая глава книги Деяний. «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили». Если вы обратитесь к греческому тексту, то там говорится «Он». «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и Он почил на них». Прямо там эти люди родились свыше. Это была первая группа, которая родилась свыше. Вот они. И вот приходит Отец. Он приходит туда. Он входит туда во всем Своем огне, всей Своей славе. И Он не пытается никого уберечь и защитить. Он входит прямо туда и почиет на людях. И Он этим самым никого не убил. Почему? Почему? Они стали любовью. Они стали светом. Они стали состраданием. Они снова были по Его подобию, созданные во Христе Иисусе. И Он вошел туда во всем Своем огне, во всей Своей славе. И Он почил на них. И не просто почил на них. Он погрузил себя в них. И они вышли оттуда, в Его огне и славе. Аллилуйя. В конкретное утро, две тысячи лет назад, над Иерусалимом восходило Солнце. Иисус знал, что с Ним произойдет, и какая Его ожидала боль до конца того дня. Когда сегодня восходит Солнце, я на работе. Внешне я могу выглядеть, как человек, который варит латте. Но я делаю здесь что-то гораздо большее. Каждый день люди заходят сюда, чтобы перекусить что-то по дороге. Куда-то. Пока они находятся здесь, я знаю, что Иисус открыл для меня дверь, чтобы изменить их жизнь. Дух Святой во мне. Поэтому даже если я смогу провести с каким-то покупателем не больше минуты, то, что я делаю в течение этой минуты, может изменить их на всю жизнь. Иисус исполнил на кресте Своё предназначение, чтобы я могла исполнить сегодня Моё предназначение. Он открыл для меня дверь, и я вхожу в Ню. Я не буду пренебрегать этой жертвой. Главное благословение. Послание Галатам 3.13. «Христос искупил нас от клятвы или проклятия закона, сделавшись за нас клятвую или проклятием. Ибо написано «Проклят всяк, висящий на древе». Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников». Это то же самое благословение. Слово в слово, которое произнёс Бог. Первыми словами, которые на земле услышал человек, были слова «Будьте благословлены». Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте и владычествуйте. Поэтому с того момента всё, каждый пророк, каждый апостол, каждый евангелист, каждый пастор, каждый учитель, каждое слово в этой книге утверждается на этих первых словах. Иисус пошёл на крест, чтобы вернуть эти слова. Бог через Кровный Завет благословил человека по имени Авраам, изменил его имя на Авраам, которое представляло собой имя Бога и имя Авраама, соединённые вместе в Завете. И Бог благословил его теми же словами, которыми он благословил Адама, теми же самыми словами. «Я благословлю через тебя всю землю». И теперь это благословение пребывает на вас и на мне. И когда вы начинаете осознавать, что оно там... Нет, оно там не тогда, когда вы хорошо себя чувствуете. Оно там не просто потому, что у вас по коже мурашки бегут или что-то ещё. Нет, оно там постоянно, потому что Бог там. Любовь Божья излилась сердца наши Духом Святым. Он там. Иисус сам сказал, «Любовь, которой ты, Отец, возлюбил Меня, пусть будет в них». Аллилуйя. Это что-то, что-то удивительное. Это благословение там. И когда вы учитесь ходить в Нём, говорить Его своими устами и действовать в Нём точно так же, как действовал в Нём Иисус, я хочу, чтобы вы это увидели. Я почти дошёл до этого, но теперь я понимаю, почему Господь меня притормозил. Всё служение Иисуса, всё, что Он делал, каждый человек, к которому Он прикасался, каждое чудо, которое Он приносил в жизнь людей, каждый слепой глаз, который начал видеть, когда Лазарь воскрес из мёртвых, всё, что Он делал на этой земле, было этим благословением в действии. Вы это видите? Это то благословение, которое Бог произнёс над Адамом. «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и владычествуйте над всем этим». Разве Иисус не применял владычество над ветром и морем? Разве Он не применял владычество везде, куда бы Он ни шёл? Разве Он не применял его над болезнями, немощами и тьмой? Он является Словом Божьим, Он является любовью, Он – жизнь, Он – свет, Он является этим благословением в действии, и Он ходил в Нём верой, зная, что оно было там, зная, что оно было на Нём и ожидая, что оно будет действовать на каждом шагу каждого дня, на каждом Слове, которое выходило из Его уст. Помните, когда Иисус проповедовал в Своём родном городе Назарете? Это благословение пребывало на Нём там в такой же мере, в какой оно пребывало на Нём в Капернауме или где-то ещё. Но Писание говорит, что там, из-за их неверия, они ничего не получили. Фактически, они так разозлились на Него, что попытались Его убить. И то же самое благословение, пребывавшее на Нём, когда они пытались столкнуть Его со скалы, сокрыло Его от них. И Он просто прошёл между ними, и они даже не знали, куда Он пошёл. В Новом Завете это описывается не раз. В другом месте, когда они пытались причинить Ему вред, Иисус просто прошёл между ними, и они не могли Его найти. Они Его не видели. Где Он был? Он был сокрыт в свете Божьем. Его жизнь была сокрыта в Боге. Это благословение работало постоянно. И пока Он не сделал себя послушным в смерти, вы не могли к Нему прикоснуться. Разве это не здорово? Вы должны ходить в том же самом. Слово Божие говорит нам облечься в оружие света. Послание к Ефесянам сказано, «Вы – свет». Вы рождены от этого света. Послание к римлянам сказано, «Облекитесь в оружие света». Он – свет. Вы – свет. Он – жизнь. Вы – жизнь. Он есть любовь. Вы есть любовь. Аллилуйя. У Него есть владычество и власть. У вас есть Его имя, и поэтому у вас есть владычество и власть. Ну, я не знаю, брат Копланд, почему это не работает вокруг меня. Потому что вы недостаточно развиты в этом, чтобы верить, что оно будет работать. Но это грядет. Это развивается. Благодаря чему, по-вашему, Филипп, вдруг был вырван из того в служение крещения, которое он только что закончил? Аминь. И вдруг он уже оказался в каком-то другом месте. Это было проявление главного благословения. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Вы это поймете. До некоторых из вас это дойдет посреди ночи. Со мной так и бывает. Я просто просыпаюсь посреди ночи и говорю, «О, да!» О, говорю вам, «Вы до конца ночи забудете о сне». Он уйдет. Аллилуйя. Итак, 28 глава Второзакония. В одном из переводов говорится «И будет». Это серьезное утверждение, не так ли? Скажите это. «И будет». Не может быть «будет». Это будет. Ну, может, это будет для брата Копланда или брата Джерри, но я не знаю насчет брата Джесси. Нет, 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 нет. Нет. «И будет». Мы сейчас с Божьими глазами посмотрим на кое-что, с чем мы жили всю свою жизнь. Что такое грех? Почему Бог так его ненавидит? Что он делает? Почему он это делает? Что такое грех? «Если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего». Итак, грех очерчен в Торе. Вы найдете там заповеди, и вы найдете там постановления. Вы найдете, например, заповедь, которая гласит, «Не убивай». Почему? Почему это грех, а не просто факт, что это что-то ужасное? Почему это является грехом? Грех – это что-то, что не даст благословению действовать. Вот что такое грех. И это то, что делает грех. В Библии не говорится, «Не лишай жизни». В ней такого не говорится. В ней говорится, «Не убивай». И это заповедь. «Не убивай». Постановление объясняет ситуации, которые считаются убийством, а которые нет. «Постановление объясняет позицию солдата». «Постановление объясняет случайную смерть». «Постановление объясняет, что повелело и заповедовало заповедь». «Не прелюбодействуй». То есть, к чему мы после этого обращаемся? Вы обращаетесь к постановлениям. И они очерчивают поведение человека, которое остановит благословение. И иногда Бог объясняет вам, почему оно его останавливает. Но не всегда. Он записал все то, что будет останавливать благословение. И именно поэтому вам нужно избегать в своей жизни подобного рода поведения. Оно будет останавливать это благословение. Ваша система не была создана для того, чтобы вы вели себя таким образом. Это дела тьмы. Ни ваше тело, ни ваш разум, ни ваш дух, ни одна часть вас не была сотворена Богом быть способной справляться с этим. И когда вы делаете что-то подобное, ваша система начинает восставать. А когда она восстает, это сразу же останавливает благословение. В Назарете Иисус был таким же помазанным, как и в любом другом месте. Но Библия говорит, что из-за их неверия Он не мог совершить там никакого чуда. Они не поверили тому, о чем Он проповедовал. Они не поверили не тому, что Он был Сыном Божьим. Он не говорил им, что был Сыном Божьим. Он сказал им, что Он был помазан. А это помазание является этим благословением в действии, чтобы возвращать Эдемский сад, где бы ни служил помазанный. В данном случае Иисус служил в Назарете. Он сказал, «Дух Господень на мне! Он помазал меня проповедовать Евангелие нищим! Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем!» И Он перечислил все это. И то, что они сделали, не позволило этому благословению, этому помазанию, «Снять бремена и уничтожить Ермова жизни». Его не остановил ни Иисус, потому что Он пошел и возложил руки хотя бы на некоторых людей, пытаясь помочь хоть кому-то это принять. Его остановило их неверие. Ведь Он знал этих людей. Он знал, что они были больны. Он знал, что было с ними не так. Он вырос среди этих людей. Если где-то Он и хотел, чтобы кто-то исцелился, так это там. Но, как говорит Писание, из-за их неверия Он не смог ничего сделать. Не сказано, что Он не хотел. Написано, что Он не мог совершить никакого чуда. Почему? Они перекрыли это благословение. Они перекрыли Его неверием. Это равносильно тому, что обвинить Его в том, что Он лжец. Иисус сказал, что Он был помазан. Он сказал, что это было проявлено им в тот день, исполнилось слышанное имя. Он проповедовал им это послание, а они все равно, что сказали, «Нет, это неправда». Этим самым они отрезали себя от этого благословения, и в конце концов Иисусу пришлось уйти. И лишь несколько человек с несерьезными заболеваниями получили некоторую помощь. Но затем Иисус идет в такие места, как Капернаум, и это помазание течет, как река. Те люди ходили за Ним днями, ничего не ели, потому что им хотелось услышать еще больше, окунуться в это еще больше. И там оно текло. Это было то же самое благословение, что и в Назарете. Это то же самое благословение, которое было в Эдемском саду. И скажу вам, это то же самое благословение, которое пребывает сейчас в вас и на вас. Неважно, проповедник вы или нет. Если вы рождены свыше Иисус, ваш Господь и Спаситель, тогда вам было дано это благословение, которое мы читаем в 28 главе Второзакония. И оно придет на вас, если вы будете уделять внимание, жить и действовать в нем верой. Вы должны постоянно говорить, каждый день, когда вы просыпаетесь, я благословлен, я благословлен, слава Богу. Мне принадлежит благословение Авраама. Иисус вложил его в меня. Оно сейчас на мне. Я дух. У меня есть душа, я живу в этом теле, и это благословение течет из этого тела. И куда бы я ни шел, я являюсь благословением для людей.